МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как мы и обещали, выходим на видеосвязь с организатором пространства, экспертом нашей программы Евгения Голынская. Доброе утро, Евгения! Доброе утро! Ну вот и прекрасно. Будем сохранять сегодня порядок в доме вместе с детьми? Конечно, я расскажу. Сделать маленькими с большими детьми. А, ну все, они нам в помощь или просто об их беспорядке в комнате мы сегодня будем говорить. Я бы так даже сказала, не они нам в помощь, а мы им в помощь, потому что дети самые главные. Человек должен собирать свои игрушки. И учить нужно их это делать до трех лет. Так, рассказывайте. Маленькие детишки очень хорошо поддаются на игры. Можно задействовать кто быстрее, даже помогать. Но не нужно доминировать в этой игре. Если детишек несколько, то это очень удобно, кто быстрее соберет. Кто больше, поощрять это различными способами, которые практикуются дома. Рисовать на полу дорогу, парковку, чтобы ребенку было интересно ставить на место игрушки. Например, это касается крупногабаритных каких-то машинок или еще что-то. То есть, если есть домик, то там, кто быстрее. То есть, ну, девочку привлечать даже там в порядку. Кто быстрее или кто красивее, там, сделает комнату с мамой. Если касается детей постарше, то есть такие детские мотиваторы. Плохо, конечно, видно будет сейчас. Ну, это таблица, где у нас есть, у меня еще и камера зеркальная, где есть элементарные какие-то задания. Каждый день недели мы рисуем звездочки, и в конце недели у нас какая-то прогулка, поход куда-то, либо какой-то подарок. Ну, такой чисто символический. Вот. Такие мотиваторы больше подходят уже, конечно, для детей и школьников, ну, и школьного возраста. Соответственно, приз будет... То есть, здесь я правильно понимаю, здесь вы отмечаете все, что он выполнил за неделю? Ну, там, прибрался, помолк, еще что-то сделал. И в конце этот маленький бонус. Быстро по списку просыпаться по будильнику, чистить зубы, делать зарядку, заправлять кровать, самостоятельно одеваться, убирать игрушки, убирать за собой посуду, складывать одежду, слушаться маму. Ну, такое свидание могут быть абсолютно одинаковые, ну, разные, может быть, их там, не знаю, пять-три задания, но вот выполнять их стабильно каждый день. Если не выпустил один пункт, да, Евгения, на горох, правильно? На горох, что ты тут с твоим горохом. Как упростить вообще порядок? Это в любой зоне, это, естественно, нужно первый раз хламиться, убирать лишние игрушки, игрушки-дубликаты, отдавать в сад подругам, друзьям, родственникам. На крайняк же и забирают, если выставить где-то там отдам даром. Евгения, у меня вопрос, как объяснить ребенку, что эту игрушку уже пора отправить, ну, там, в сад подруге или вообще просто ее утилизировать? Чем раньше начать показывать ребенку это действие, тем проще будет. Если там даже с года потихоньку убирать какие-то игрушки, и потом, ну, не знаю, мне ребенок так привык, что в три года он, есть привязанность большая к игрушкам. Я один раз убрала паровозик один, и он мне такой скандал устроил, где мой паровозик, хорошо, что я его не успела удалить из квартиры. Но теперь мы просто достаем ящик с машинками, у нас есть категория машинки, куда он знает, что туда только машинки уложил, вот они затарахтели. Мы выкладываем весь наш автопарк и смотрим. Я спрашиваю конкретно, что тебе нужно или что тебе не нужно. Задаю конкретный вопрос. Что из этого тебе уже неинтересно? И на мое удивление, из 30 машинок он берет 10. Это правда, и на мое удивление. Мне всегда казалось, что ребенок скажет, что ему нужно все. А этим нужно работать, не нужно растить плюшкиных с детства. Мы же как, обкладываем игрушками, мы думаем, это здорово, это коллекционирование. С тем самым ребенок и привыкает к этому коллекционированию. Хорошо, Евгения, ну, любовь к игрушкам мягким там или машинкам, это все индивидуально, да, некоторые там мальчики и в куклы играют, да. А что необходимо иметь в детской в обязательном порядке, да, чтобы все-таки чистота и порядок сохранялась? Мы видим, у вас есть это стеллаж, да, с такими мягкими ящиками, где как раз эти игрушки хранятся. И мягкими, и твердыми, то есть каждую категорию игрушек нужно разделять, чтобы не было. Ну, естественно, пока ребенок до года, это какие-то погремушки музыкальные, большие, крупногабаритные, это может быть обычный большой ящик, корзина. Но чем больше ребенок, тем меньше должна быть система хранения. Чем меньше игрушки... Евгения, познакомьте нас, дайте возможность выступить. Ага, еще раз можно? Познакомьте нас, дайте возможность сказать. Она говорит, назови меня ребенок, это мой ребенок. Юля, помаши привет. Привет. То есть самое главное навести категорию во всех игрушках, чтобы они знали, куда нести посуду, куда доктора, куда машины, куда книжки. То есть там те же самые пазлы, здесь у меня порядка 30 наборов пазлов, это все в маленькой коробочке. Это удобно этим пользоваться, не занимает много места. Подписывать, если ребенок умеет читать, подписывать буквами, куда что ложить. Если ребенок не умеет читать, то картинками. Но обычно на черном принтере распечатываем куколку, мячик, конструктор какой-то, детальку. Евгения, а вот вы сказали, у вас в коробке большое количество пазлов в отдельных пакетиках. А картинку-то как в этот маленький пакетик положить? А картинки, они вырезаны с упаковок, и здесь же вложены. А, вот так. Ну, просто обычно на большой коробке большая картинка, да? То есть, и поэтому я и спрашиваю, как ее можно в такой... На большой коробке в подскарточку всегда есть очень много копий со всех сторон, меньше, меньше, меньше. А, ну, то есть можно найти нужную. Ну, конечно, большие пазлы, можно ее и сворачивать, и будут изощряться как-то. Но когда, ну, как часто, как правило, вот на моей практике слишком много больших пазлов не бывает. Обычно это такие вот самые беда с самыми пазлами, которые вообще вот в таких коробочках маленьких 10 на 10, и их может быть миллион. Ну, все. Они очень хлипкие. Да, вам большое спасибо, Евгений. Не будем отвлекать вас от домашнего быта. Пора уже кормить, заниматься воспитанием, правда же? Выводить на балкон. Ну, и, в общем, все бытовые операции... Организатор пространства Евгения Голынская была у нас сегодня в гостях. Поговорили о сохранении порядка в доме вместе с детьми, правильному распределению игрушек по ящикам, включая пазлы, да. Ну, и рассказали вам про некую мотивацию, да, для того, чтобы в комнате в детской постоянно был порядок и чистота.